Америка Какой угодно будет этот самый Путин Ну вот обо всем об этом С ведущим экспертом Центра военно-политических исследований МГИМО Михаилом Александровым Мы и будем говорить Михаил Владимирович, добрый вам день Добрый день Ну смотрите, очень интересная ситуация Американцы пытаются нас Отодвигать отовсюду И максимально решительно Понимая, что сами они не хотят Естественно и не могут Применить ядерное оружие против России Ну это коллапс для всех И понимая точно так же, что и мы Этого не сделаем Но мы, понимая, что американцы Не очень-то хотят погибать Гореть в этом ядерном пожаре Почему-то ведем себя достаточно мягко Вот я прочитал ваши комментарии По поводу готовят удар по России И так далее Вот что нам необходимо сейчас делать Чтобы остудить пыл Вот этого замечательного рыжего Улыбчивого 71-летнего парня Который сказал Обаме, что ты лох А я знаю, как разговаривать с Путиным И я с Путиным договорюсь Но договориться он решил с позиции именно силы Да, ну как там У меня тут такая выскочила табличка Что интернет-соединение проблема У вас все нормально? Вы меня видите? Я вас отлично вижу и прекрасно слышу Ну отлично В общем, надо начать с того Почему произошли вот эти удары В Сирии К сожалению, у нас тут сейчас Масса различных политологов, экспертов В том числе официальных лиц Людей достаточно осведомленных и грамотных Проповедуют такую довольно сомнительную Точку зрения о том, что вот Эти удары были вызваны результатом Некой внутриполитической борьбы Там в Вашингтоне Трамп самоутверждается Захарова наша из Меда говорит Вот, ну Трампу там работать не дают Вот, ему надо доказать Что он, значит, не пророссийский человек Поэтому удары наносят Такую же, значит, точку зрения повторяет Это Никонов, который, в общем-то, прекрасный эксперт по Америке Но почему он такие вещи говорит, мне тоже непонятно Вот, поэтому надо понять Причину этого удара Она никоим образом не связана С внутриполитической ситуацией в Америке Для того, чтобы это понять Надо понимать, кто такой Трамп Я об этом писал еще в марте прошлого года Трамп это представитель Произраильского лобби США То есть он ближайший друг Натаньяху Натаньяху даже выпил Когда Трамп победил на выборах На радостях Даже как Жириновский Правда, Натаньяху были веские основания По этому поводу Вот, значит Как представитель произраильского лобби Он, ну, скажем так Выполняет пожелания Израильского руководства Что же случилось в Сирии? Ну, последние месяцы Если мы наблюдаем ситуацию в Сирии То мы видим, что наши противоречия С Израилем в Сирии Очень серьезно обострились Это связано с тем Что Израиль недоволен усилением Ирана Усилением Хезбуллы И тем, что Башар Асад может победить А вся операция в Сирии затевалась В том числе и Израилем Для того, чтобы Башар Асада свергнуть И не допустить формирования шиитской оси Иран, Ирак, Сирия И Хезбулла в Ливане Вот, поэтому ситуация складывается так Что наши действия в Сирии Привели к тому результату Который Израиль совершенно не устраивает И мы тут видим, вот, бомбежки Недавно были израильской авиации Территория Сирии Авиабаза тоже какой-то После чего сирийцы ответили Может быть, в первый раз Ответили авиации Израилем Ракетным ударом То есть, после этого Натаньяху Несколько раз звонил в Москву Видимо, требовал от Путина Чтобы мы Асада сдали Ну, видимо, Владимир Владимирович сказал Что сдавать он никого не собирается И тогда уже Натаньяху Обратился к Трампу И вот, выполняя пожелания Натаньяху Действуя в русле общей израильской линии Значит, Трамп наносит эти удары Теперь надо понять В чем цель этих ударов Ну, понятно, что Удары не были направлены Против российских войск Потому что, как вы правильно сказали Это бы вызвало ядерную войну Но стратегия у них такая Значит, максимально ограничить Наши действия в Сирии Создать зоны, где наши авиации Наши вооруженные силы Там наши советники Наши специалисты Не будут действовать То есть, они что сделали? Они нам сказали Вот сейчас будет удар Там по аэродрому Шайрат Вы должны оттуда уйти Ну, значит, мы поскольку не ожидали Что такое произойдет К сожалению, не планировалось Хотя я в одной из статей сказал Что надо вот план уже иметь Если они будут удары наносить Но не планировалось этого Значит, наши сразу оттуда ушли Значит, завтра США скажут Вот мы будем наносить удар Там на границе с Идлибом Значит, вы оттуда должны уйти Ваша авиация не должна там летать После этого они нанесут удар По сирийским войскам И оппозиция перейдет в наступление Отодвинет их Их будут бить крылатыми ракетами США И их будет бить, так сказать Оппозиция проамериканская Из Идлиба В следующий раз они скажут Вы тут вот не летайте Ваши самолеты тут не должны летать Потому что тут будут действовать Значит, вот тоже наши удары Мы будем простреливать Вы тут не должны летать То есть они фактически создадут зоны Где наши вооруженные силы Не могут появляться И фактически блокируют наши возможности По оказанию помощи Сирии Поэтому совершенно правильно Наши руководства Сейчас разорвало с ними меморандум О взаимопонимании О предотвращении инцидентов И который выбил у них, значит, карты из рук То есть посмотрите Как Пентагон недоволен тем Что этот меморандум разорван То есть они сейчас уже не могут сказать Вы вот туда не ходите Вы сюда не ходите Вот, значит, им надо бить уже на свой страх и риск А удар на свой страх и риск Это что подразумевает? Что они могут попасть действительно по российским войскам И тогда будут действовать положения российской военной доктрины Атака на наши войска Мы имеем право контратаковать И ударить по ним И вот вы видите Сейчас уже наш этот фрегат направился опять В Средиземное море Но я считаю, что этого недостаточно Вообще вот этих ответных шагов недостаточно Которые были приняты Потому что должен быть четкий план Куда мы будем бить Если Трамп вновь ударит И заденет наших военнослужащих Мы должны четко понять Что такой вариант возможен Что-то мы сами себя долго успокаивали Что вот, никто не пойдет на войну Что это невозможно Тут пацифистские настроения Обуревали вообще Всем обществом и Кремлем в том числе Когда я в 2013 году еще говорил Что в ответ на удар по Сирии Мы должны ввести войска в Прибалтик Вот такой вой поднялся Это экстремизм Это радикализм Ну и что? Мы видим ситуацию сейчас Вот балансируют на грани войны И нам, значит, вот Прибалтика По-прежнему остается тем самым местом Где мы можем нанести ответный удар По американским войскам Потому что Ну, эти два фрегата Они, может, больше не будут стрелять Они, может, откуда-нибудь Из Красного моря стрелять Или там из Персидского залива Или еще откуда-нибудь Мы же не можем везде эти фрегаты свои расположить Где они будут в поле достигаемости Американских военно-морских сил А вот в Прибалтике Там они как раз на свою голову Разместили различные батальоны Натовские В том числе и американские Вот они хорошей мишенью являются Для нашего ответного удара Михаил Владимирович Интересно очень вы пишете Какие меры принимать То есть вот категорически отменить Отказать в доме господина Тиллер То есть визит его отменяем Выслать в ответ на вот те Обамовские 30 наших дипломатов 30 американских Начать концентрировать наше подразделение Показательно, образцово, красиво С парадами, с флагами и с маршами На границах с балтийскими Вот этими квази-государствами Но скажите, пожалуйста Вот прямое применение силы в Сирии Против нашего союзника Отвечать мы там в Сирии Американцам не можем напрямую Но мы можем ответить Американцам от борта Опосредованно Вот у нас сидит в Ростове Как бы законно избранный президент Янукович У нас 4-м, по-моему Март или 1-го марта Принято 14-го года Советом Федерации Разрешение президенту России Применять силу за пределами Российской Федерации Вводить войска Вот на Украине происходит геноцид Славянского населения Хунта, которая произвела переворот Сконцентрировала войска И каждый день, невзирая ни на что Ни на какие меморандумы Продолжает бомбить Мирное население Вот почему бы России Не вводя войска С того же Каспия взять И аккуратно, точечно Не ликвидировать Несколько баз Вот этих украинских боевиков Под названием ВСУ Да, совершенно верное замечание У нас уже достаточно оснований Для нанесения вот такого удара По Украине Который, собственно Американцы под надуманным предлогом Нанесли по Сирии У нас ненадуманный предлог Вы помните, значит Засылались диверсионные группы в Крым В результате которых погибли Наши там военнослужащие То есть даже речь идет не о том Что они просто вот Донбасс там Обстрелят Они уже по российским военнослужащим Огонь открывали Убили двух человек Значит Готовили террористические акты Значит Готовили Взорвали несколько человек На Донбассе Которые являются нашими гражданами Вот там Я не знаю Моторола, по-моему Гиви Там вот эти Военнослужащие Они все-таки Российское гражданство имеют Они являются российскими гражданами И поэтому У нас есть все основания Нанести ответ Поэтому вот эта робкая политика наша Она конечно контрпродуктивна Потому что это обычная ситуация Когда ты проявляешь робость Хулиган начинает наглеть Поэтому на ранних этапах Надо было уже останавливать И американцев И киевскую хунту К сожалению Это вот было не сделано Опять вот эти пацифистские Миротворческие настроения Возобладали Только бы не было войны Ну понимаете Вот эта логика Только бы не было войны Она как раз к войне и ведет И всегда вела Потому что когда ты демонстрируешь силу Враг пугается и останавливается Вот И поэтому действительно Я считаю Что сейчас вот Прецедент создан К сожалению Вот у нас наши дипломаты В Совете Безопасности ООН Не доработали То есть они созвали Заседание Совета Безопасности ООН Там покритиковали Вот этот американский удар Осудили его Но вот резолюции Осуждающие его На голосование не поставили Видимо они считали Что она все равно не пройдет Да не пройдет Но это будет важным прецедентом Это будет важным решением Совета Безопасности О том что вот такой удар Он легитимен по существу И значит в следующий раз Мы сможем нанести удар По тому же самому СБУ По Министерству обороны Украины И по местам дислокации Вот этих Так называемых Добровольческих батальонах А на самом деле Бандеро-фашистских батальонов Вот И мы совершенно законно Можем сослаться На вот эту резолюцию Которая не была принята Осуждающая Значит американский удар И теперь сказать Что ну вот видите Вы же сами разрешили И что ж Мы тоже самое делаем По сути Михаил Ильич Ну я понимаю Что мы вступаем Сейчас в фазу Очень серьезной Нестабильности И военно-политических игр Которые будут проходить На самом высшем уровне Вот руководство Минобороны России Руководство Пентагона И сейчас По большому счету Вот эта игра в гляделки То есть Сергей Кожегедович Шойгу Будет внимательно смотреть В глаза руководителю Ведомства Американского Лавров Вот приедет Киллерсон Будут меряться взглядами С Киллерсоном Лучше бы Приезжала Но дело-то в том Что они нас берут на слабо Они действительно полагают Что шаг за шагом Мы будем отходить Отходить А они нам будут делать намеки Что ребят Ну вы же понимаете Вот как Захарова правильно сказала Да Что вот там Не все так однозначно Внутри Америки Поэтому американцы будут намекать Но вы же понимаете Мы сейчас Когда четко власть возьмем Вот тогда-то У нас с вами Все будет хорошо Но сейчас Нам надо показать Что мы ястребы Чтобы настоящие ястребы Нас перестали цеплять Да по-моему никогда Не перестанут Они там внутри Себя Вести внутренние Разборки И мы можем оказаться Вот потом они скажут Что значит И дальше Ну почти мы вот добились Если вы еще отступите Мы так будем отступать Значит вот Крым Надо будет сдать Потом Абхазию Южную Осетию Потом Северный Кавказ И в конце концов Чтобы не было войны Мы Окажемся У ворот Москвы Как было В 1941 году Поэтому главный Значит Принцип Должен быть Такой Врага Надо останавливать На дальних Поступах И не бояться Идти на военную Конфронтацию Ваши слова До президента В уши До бога далеко Бог нас не услышит Наверное Но тем не менее Будем надеяться На лучшее И готовиться К информационным Битвам Надеюсь Опять таки Что горячих Битв Не случится А если они И будут происходить То Опосредованно И на дальних Рубежах Как сейчас В той же Сирии Или на том же Донбассе Но вот за Донбасс Сердце разрывается И очень хочется Чтоб там Наступил мир И границы Донецкой И Луганской Народных Республик Вошли туда Где вот люди Голосовали 11 марта Мая 14 года За Статус Независимости От Украины Да Безусловно На Донбассе Надо наступать Сейчас благоприятная Ситуация Для этого складывается То есть Вот стоит Порошенко Сейчас допустить Какой-то Вот один Такой Ну Ошибочный Шаг Скажем Там Какой-то Серьезный Обстрел И вот это Надо использовать Как повод Ну я уже говорил В одном Оттервью Для нанесения Массовых ударов По военной Инфраструктуре Украины И наступления Освобождения По крайней мере Донецкой Луганской Луганской области Полностью То есть Войска Украины Должны быть Отодвинуты Настолько Чтобы они Уже не могли Обстреливать Мирное Население Самое главное Чтоб нечем Им было Обстреливать У нас Есть Высокоточное Оружие И сирийские Вот эти Игиловцы И Нусровцы Уже Знают Те Кто вот там Сейчас с гурьями Отдыхает В их раю Они знают Что такое Точное оружие Российской Федерации Михаил Владимирович Спасибо вам огромнейшее Всегда рады вас видеть И слышать Я к вам друзья Со своего Запасного аккаунта Постучался До свидания До свидания Итак дорогие друзья Михаил Александров В эфире программы На самом деле Прерываемся ненадолго И сегодня В 13.00 Прямой эфир Владимир Мамонтов Будет нашим гостем Наверняка знаете Этого замечательного Журналиста И руководителя Радио Говорит Москва Скоро увидимся Пока